Ребята, всем привет! Срочная новость, буквально влог на 3-5 минут о том, что час назад был прямой эфир, о том, что я предупреждал, что возможно будут такие действия со стороны властей Москвы. Официальная информация появилась на сайте Сергея Собянина, но частично была удалена, поэтому ссылки я оставлю под этим описанием на всю важную информацию. В общем, с завтрашнего дня, с 30 марта, вводится ограничение на выход на улицу, то есть, как было для пенсионеров, передвижение по городу, да. То есть, самоизоляция на завтрашний день. То есть, мы можем будем с вами, москвичи, выйти в самый ближайший магазин, который будет находиться в 100 метрах от вашего дома. Поэтому вы можете выгулить собак, если у вас есть собаки, тоже об этом сказано, тоже только от вашего дома на 100 метров, и воспользоваться, если у кого нет мусоропровода, выйти в ближайший мусороприемник. Для меня это так волнительно, потому что я действительно... Действительно, сейчас, подожди, Паш. Действительно, просто для меня это как-то волнительно, я даже не знаю двух слов связать, как, потому что как-то страшновато стало. Вот. Но в дальнейшем, как сказано на этом сайте, и что ранее было удалено, сначала размещено, потом удалено и немножко скорректировано, видимо, все-таки, чтобы не было никакой паники. Завтра еще возможно сходить до магазина, без разрешения, так скажем, можно покидать Москву и заезжать в город. А в дальнейшем будут вводить на пропуска, по которым будут контролировать Росгвардия, полиция и, видимо, другие какие-то средства, МЧС, куда мы с вами передвигаемся для того, чтобы остановить эту коронавирусную инфекцию, как минимум, в Москве, в Московской области, потому что всего больше заражений, я так понимаю, в России именно у нас, в Москве и в Московской области. Вот. Поэтому, что будет дальше, там только Богу известно. Также известно всем, что в Москве, в Московской области самое большое количество это видеофиксации. И сейчас уже на сегодняшний день идет это фиксирование вот этой системы, видеонаблюдение граждан, куда и с какой целью они передвигаются. Ну и в дальнейшем, видимо, будет такая система введена. На сайте Москвы сейчас разрабатываются вот эти пропуска, которые мы с вами будем обязаны, видимо, как-то скачивать, писать, во сколько, куда мы пошли, в какое время мы должны вернуться и с какой целью мы идем. Без разрешения, без пропусков можно будет воспользоваться экстренной помощью. Это скорая, пожарная, газовые службы и так далее. Я понимаю, что это аптеки и, если важно, срочно сходить в магазин в ближайший. Но в дальнейшем нужно будет повторять, что вот эти как-то с этими пропусками, которые сейчас разрабатываются и будут на сайте Сергея Собянина размещены. И с помощью них мы будем с вами выходить на улицу. Пестрят, естественно, уже, я не самый первый, думаю, что влогер в Ютьюбе и в Инстаграме, в различных мессенджерах уже идет это все обсуждение. Люди друг друга предупреждают, о чем я вам говорил еще полторы недели назад. В общем, к этому мы и прикатились. Паш, ты что-то хотел добавить? Тут не только в Москве, но и в Москве это все действует. Что людям можно, кто работает, тоже по пропускам ходить и ездить на работу. Но только туда и обратно. В общем, мы сейчас просто ночью вышли, увидели эту новость и выбежали сразу в магазин. Побежали до своего любимого магазина, до женщин. И им уже сказали, действительно, ну, купили мясо. Вот. И они действительно подтвердили, что будет комендантский час в начале, скорее всего, это завтрашнего дня. Ну, какие им работодатели сказали, что им завтра выдадут уже пропуска для того, чтобы они обеспечивали людей продовольственными продуктами. Прошу прощения. Это, что, в общем, с 9 вечера, с 21 часа до 5 утра будет комендантский час. Это нам сказали работники данного магазина, вот на Борисе Галушкину, куда ходим. Я желаю вам всем здоровья, мира, добра. Берегите себя и своих близких. Ну, почему я так понял, что еще приводится к этому миру? Потому что в первой информации было сказано, что продуктивность борьбы с коронавирусом именно в Москве и Московской области, вот это ограничение неработы, оно пошло на положительную, я так понял, какую-то динамику. Но еще не все. Но еще не все. Поэтому они идут в такое совсем жесткое ограничение, о чем я еще раз повторюсь. Я предупреждал своих родных, близких, друзей, когда обзванивал еще полторы-две недели назад. Поэтому для своих зрителей, кто совершенно случайно посмотрит это видео, я вас предупреждаю, что завтра, если у кого еще сегодня возможность сходить в какие-то продуктовые магазины, чтобы завтра не было апокалипсиса, сходите, купите еду первой необходимости. Будьте здоровы, счастливы, успешны. Простите меня, если что-то немножко не так говорю, потому что действительно я очень сильно волнуюсь. Я вас всех люблю, всех целую. Еще раз берегите себя и своих близких. Пока.